Добрый день, в эфире Ян Арт и 1001 секунда об экономике. Экономические новости последней недели словно по лекалу дали ответы или продолжения тех тем, которые были затронуты в прошлом выпуске программы 1001 секунда. Так что и мы пройдемся по тем же пунктам. Пункт 1. Бюджет. Проект бюджета, о котором мы говорили неделю назад, передан в парламент. В ближайшие три года бюджет запланирован дефицитный. Причем, дабы не вводить в смущение размером дефицита, он указан не в процентах к доходам бюджета, а в процентах к ВВП. Поэтому минус на следующий год выглядит скромно минус 2% от ВВП. Если считать от размера самого бюджета, то минус составит более 10%. Покрыть дефицит правительство предполагает за счет заимствований. Так что облигации федерального займа будут выпускаться. Тем паче, что инвестировать в другие инструменты у россиян возможностей почти не осталось. Иностранные акции почти все вне доступа, а свои на дне. Но снизу еще могут постучать. Так что АФЗ – это наше все. Распространите среди жильцов нашего ЖК. А если не будут брать, отключим газ. Пункт второй. О тарифах ЖКХ. Тарифы ЖКХ вырастут с 1 декабря примерно на 9%. Об этом мы говорили в прошлом выпуске нашей программы. Вернее уточним. Неделю назад говорилось, что по-разному вырастут, но не более чем на 9%. А сейчас твердо заявлено, что в среднем на 9%. Агентство АКРА считает, что повышение тарифов приведет к тому, что инфляция в России в этом году станет выше на 1%. Причем для самых бедных россиян инфляция от повышенных тарифов ЖКХ станет еще выше. Это понятно. Если значимую часть в личном бюджете занимают коммунальные платежи, то их рост сильнее скажется на всем бюджете в целом. С другой стороны, как мы уже сообщали, бедных в стране становится все меньше. Так что задумываться об этом особо не приходится. Зато спешит обрадовать Министерство экономического развития России. В 2024 году тарифы вырастут только на 6,3%. А в 2025 году вообще только на 5,3%. А в 2023 году они вообще не вырастут, потому что мы в этом году поднимаем их уже второй раз. Ну, это чтобы в следующем году не повышать. А не возникнет ли у вас в будущем году какой-либо причины все-таки повысить? Вкратчиво поинтересуется задумчивый россиянин. Нет, что вы, мы же так не делаем. А в этом году так сделали, чтобы в следующем не делать. Так что это исключение. Поэтому будьте уверены, если вы доживете до 2024 или даже до 2025 года, то повышение тарифов будет маленькое. Как-то так. Верить в наше время нельзя никому. Мне можно. Частично дефицит в бюджете правительство предполагается покрыть за счет газа. Но не за счет того газа, который идет, ну или уже не идет по трубопроводу Северный поток или по трубопроводу Уренгой-Помары-Ужгород с издевательским названием газопровод Дружба, а за счет того газа, который в газированных напитках. Предлагается, наконец, ввести ранее обсуждаемые акцизы на сладкие газированные напитки. И цель указана благая. Нужны средства на борьбу с диабетом. Потому что очевидно же, что у российской власти, как и общество, главная тема сейчас – это борьба. И ни с кем бы то ни было, а именно с диабетом. Вообще, собирать деньги не за счет налогов, а за счет все новых акцизов – это стало приметой экономической политики правительства последних лет. И всегда есть благая цель. Так что есть предложение не заморачиваться по пустякам типа газировки и сразу ввести акцизы на жизнь. Потому что жить вредно, особенно в России. И вообще, как установили медики эмпирическим путем, жизнь – это хроническая болезнь, всегда заканчивающаяся летальным исходом. А уж если вы еще и пьете газировку… Губит людей не пиво, губит людей вода. Между тем, производители сладкой газировки попросили правительство воздержаться от введения акциза на напитки. По двум причинам. Первая – диабет – это от сахара. А на сладкие напитки приходится всего лишь полтора процента от общего потребления сахара в России. Так что тут явная низхожайка. А вторая причина – проблемы в российской экономике. И именно сейчас усиливать налогово-акцизный пресс на отечественных производителей – это выглядит как-то несимметрично. Плюс это вызовет рост цен на напитки. Еще один штришок к портрету инфляции. Поэтому газовщики, не те которые, а вот эти, просят хотя бы отложить вопрос обведения акцизов на газировку на некоторое время. Вообще переносить сроки – это сейчас в тренде. Вот, например, пришло известие, что в Дагестане просят отсрочку мобилизации для дагестанцев. С таким обращением к президенту России Владимиру Путину обратилась советник муфтия Дагестана и его супруга Айна Гамзатова. Довод – 0,1% дагестанцев уже принимают участие в военных действиях. Поэтому Путину предложили дать Дагестану отсрочку от мобилизации и других призывов сроком на 6 месяцев. А взамен, как сказано в обращении, цитирую, «всесильно обеспечим народную поддержку всему происходящему под вашим руководством». Конец цитаты. Думается, в этом обращении сказалась настоящая восточная мудрость, потому что отсрочка – это всегда неплохо, ибо, как сказал Хаджан Асреддин, за это время либо Ишак сдохнет, либо Падишах. Кстати, акцизов на газировку это тоже касается. Будем следить дальше за новыми поворотами в процессе мобилизации. Совершенно распустились. Кто хочет – объявляет войну, кто не хочет – не объявляет. А вообще, восточная тема в экономической жизни России, подобно восточному орнаменту, начинает покрываться все новыми и новыми узорами. Например, появилось сообщение, что контролирующая Афганистан движение «Талибан», запрещенная в России террористическая организация, заключила контракт с Россией на поставку топлива и зерна. Со скидкой, разумеется, потому что бакшиш – дело хорошее. Как уже сообщалось минувшим летом, в ответ на зерно и сырье «Талибан», запрещенная в России террористическая организация, готов поставлять в Россию изюм, травки и полезные ископаемые. В комментариях под одним из выпусков программы «Тысяча одна секунда» об экономике доброходы пояснили мне, что здесь нет повода для сарказма, что у Афганистана есть полезные ископаемые. Но вот до кука в сообщениях СМИ по-прежнему на первом месте стоят изюм и травки. И только потом уж полезные ископаемые. Причем без уточнения, что именно ископали. Впрочем, по-прежнему наибольшую иронию вызывает то, что российские СМИ, сообщая об этой сделке, под угрозой наказания обязаны добавлять про «Талибан», что это запрещенная в России террористическая организация. И закон номер 115 о борьбе с финансированием терроризма по-прежнему в силе. Однако уверен, что доброходы смогут с серьезными лицами пояснить, что и здесь нет никакой иронии судьбы, и все в ладу с логикой. Потому что изюма в России, может, и не хватает. А вот верноподданной лояльности сколько угодно. Хотя изюм тоже не помешает. Приказываю послать войско выбить крымского хана с изюмского шляха. Еще один узор восточной темы продолжают поступать сообщения о предстартовой подготовке эксперимента с внедрением исламского банкинга в четырех регионах России. Чечне, Дагестане, Башкортостане и Татарстане. На днях эти вопросы обсуждались и на пятом межрегиональном инвестиционно-финансовом форуме с сцепляющим взгляд названием МИФ-2022. По исламскому банкингу по-прежнему стоят многие вопросы. И кого финансировать, и каковы механизмы кредитования бессудного процента, и многое другое. Любопытно, что некоторые свои решения предложили наши зрители, смоделировав разговор кредитор с заемщиком в исламском банке. А что будет, если я не отдам займ? Вам будет стыдно, когда вы встретитесь с Салахом. Ну, это когда еще я с ним встречусь. Ну, если 30-го не отдадите, то первого как раз и встретитесь. Идем дальше по восточным темам. Как сообщает коммерсант, Казахстан принимает волну миграции из России. За последнее время в эту страну приехало около 100 тысяч россиян. Включая, разумеется, тех, кто избегает мобилизации. И в воздухе витает вопрос, а не депортирует ли Казахстан обратно россиян, подлежащих мобилизации? Разъяснение по этому поводу дал министр внутренних дел Казахстана Марат Ахмеджанов. Выдача граждан России на родину будет возможна лишь в одном случае. Если на этих людей заведут уголовные дела и объявят их в международный розыск. Но поиски призывников военкоматами это никак не основание для выдачи этих людей. Поскольку практически все из них отправились за рубеж, не дожидаясь получения повестки. А значит, не подлежат никакому уголовному преследованию. Конец цитаты. Остается посмотреть, насколько усилится поток миграции из России в Казахстан после такого предельно четкого заявления. Ну и не придумают ли в военкоматах выписывать повестки выехавшим задним числом, чтобы до июля повестка была раньше выезда? Смотрим за развитием ситуации. Война это... Вы знаете? Я помню ваше источнице, когда... Достаточно. Об одном из вариантов развития этой самой ситуации заявил на днях спикер Госдумы Вячеслав Володин. На заседании парламента он сказал, что в России составляют списки выезжающих из страны. Спикер предложил депутатам вырабатывать предложение, как поступать с выезжающими и с их имуществом. Например, Володин напомнил, что выезжающие оставили в России свои автомобили. Далее цитирую. Тоже надо подумать, кому отдать? Может быть, семьям тех ребят, которые поехали на спецоперацию, это будет правильно? А дальше пускай пешком. И это тоже наука. Либо на велосипедах, которые, как говорят, стоят уже как машины. При пересечении границ. Вот и вырабатываете эти предложения. Конец цитаты. Комментарии здесь, полагаю, неуместны. Автомобиль, товарищи, не роскошь, а средство передвижения. Кроме людей, у которых предлагают забрать автомобили, Россию покидают банки и деньги. Что касается банков, то на днях руководитель агентства АКРА, бывший первый зампред Центробанка России Михаил Сухов, дал прогноз, что число банков России может в ближайшее время сократиться на 50 кредитных организаций. Причина – ужесточение надзорной политики, консолидация банковской системы в руках государства и уход нерезидентов. Сухов предрек, что многие банки пойдут по пути добровольной ликвидации. И по-прежнему актуален для России вопрос ухода капитала. Напомню, что по прогнозам Центробанка в этом году из страны уйдет от 200 до 250 миллиардов долларов. Правда, и здесь надо понимать, что нет повода для озабоченности, поскольку верноподданные помогают объяснить все наилучшим образом. Вот такой светлый комментарий появился под выпуском программы «Тысяча одна секунда об экономике», в котором я говорил об утечке капитала из России. Пишет некий, извините, Владимир Владимирович. «Что ты несешь? Это частный капитал европейцев уходит из России в 200 лярдов долларов. Чуешь разницу? А? Это у тебя нестыковка в голове. Смайлик. Частный капитал европейцев уходит, российский частный капитал будет занимать освободившиеся ниши. Вроде ты взрослый, а переврал все. Толе специалисты. Специально, то ли по незнанию темой». И вот на днях, то ли по незнанию, то ли специально, генеральный прокурор России Игорь Краснов публично рассказал, как будет бороться с выводом капитала из страны из-за его возвращения. Генеральный прокурор утвердил порядок действий для соответствующих правовых процедур и заявил о создании межведомственной группы по возвращению активов из-за рубежа. Так что, уважаемый прокурор Краснов, намеренный приостановить утечку капитала из России, переадресую вам этот замечательный клич настоящего патриота. «Что ты несешь? Чуешь разницу? Это у тебя нестыковка в голове. Вроде ты взрослый, а переврал все. То ли специально, то ли по незнанию темы». Конец цитаты. От себя добавлю, это не мои слова. Это Владимир Владимирович. В общем, верноподданным комментаторам придется как-то поднапрячься и объяснить, чем же так озабочен этот явно не вдупляющий пользу от ухода капитала прокурор. Могу я видеть прокурора? Можете. Где у нас прокурор? В шестой палате, где раньше Наполеон был. Но коль скоро мы затронули тему правильного объяснения в комментариях всего происходящего в экономике, есть смысл еще раз вспомнить и тему недавнего запрета на поставки некоторых товаров из Белоруссии в Россию. По поводу этого запрета высказался неделю назад пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Мол, будем обсуждать этот вопрос. Но благодаря героическим действиям одного из патриотично настроенных зрителей каналов «Инверсия» вопрос решен. Цитирую комментарий. «Проверил насчет эмбарго Белоруссии. Это ложь. Эмбарго есть, но только не на товары, произведенные в Белоруссии, а на параллельный импорт. Если остальные факты проверить, то, думаю, тоже окажется полу-ложь, притянутая за уши. Одним словом, пятая колонна в действии». Конец цитаты. Где в материале говорилось, что речь идет об эмбарго на товары, произведенные в Белоруссии, одному богу известно. Но, как говорил герой фильма «Ирония судьбы», сейчас не об этом. Чувствую потребность ответить столь ответственному товарищу, который лично проверил насчет эмбарго. Уважаемый, спасибо вам. Теперь народ облегченно выдохнул. Теперь мы знаем, что автомобили, мотоциклы, велосипеды, самолеты, вертолеты, летательные аппараты, медицинские изделия, автопогрузчики, станки, компьютеры, пылесосы, телефоны, смартфоны, интегральные схемы и, самое главное, ядерные реакторы, произведенные в самой Белоруссии, под эмбарго не подпадают. Дело, мужик, осталось за малым. Наладить производство всего этого в Белоруссии. Ну а Дмитрию Пескову, который считает, что вопрос запрета вывоза из Белоруссии ряда товаров в Россию нужно будет совместно обсуждать, можно сказать, расслабьтесь. Тут один мужик лично проверил. Это, оказывается, про параллельный импорт, а не про реэкспорт было. А так господин Песков делает из мухи слона. У Белоруссии все необходимое для поставок в Россию есть. Видишь суслика? Нет. И я не вижу. А он есть. Еще одна ситуация получила в эти дни продолжение. Госдума приняла закон о кредитных каникулах для мобилизованных. Причем в окончательной редакции право на кредитные каникулы дано не только мобилизованным россиянам, но и сотрудникам Росгвардии, кадровым военным, сотрудникам Министерства чрезвычайных ситуаций, ФСБ и ФСО, службы внешней разведки, военной прокуратуры и Следственного комитета, которые принимают участие в военной операции. Моя идея о том, что эти каникулы должны распространяться и на полгода после демобилизации, чтобы дать этим людям возможность адаптироваться, не прошла, но принято решение, что действие кредитных каникул будет длиться на весь срок мобилизации действия контракта или участия в военных действиях плюс 30 дней. Особо оговорено, что в случае гибели военнослужащего или получения им первой группы инвалидности дальнейшие обязательства по кредитам списываются. К сожалению, не уточнено, предусмотрены ли случаи, если заемщик оказался пропавшим без вести. Их наследники будут вынуждены платить по кредитам. И полагаю, это вызовет в будущем новые проблемы. Даже на крейсере «Москва» было объявлено о пропавших без вести военнослужащих. Хотя как можно пропасть без вести с корабля, находящегося посередине моря, одному богу известно, который ходил по воде Аки Посуху. Да, и в этом месте хочу предупредить всех, кто рискнет написать что-либо на тему «Сарказм такой теме неуместен». А вот этот бред с пропавшими без вести посреди моря, он уместен? Помимо принятого закона о кредитных каникулах, в Госдуме разработали законопроект о защите мобилизованных от коллекторов. Законопроект, разработанный группой депутатов от КПРФ, предлагает запретить банкам и микрофинансовым организациям передавать коллекторам сведения о мобилизованных для участия в военной операции и о членах их семей. Правда, тут есть логическая нестыковка. Если будут работать кредитные каникулы, то банк и не станет передавать сведения о таком заемщике для взыскания долгов, поскольку просрочкой кредитные каникулы не считаются. Тогда возникает вопрос, зачем специальный закон насчет коллекторов? Для красного словца? Что касается банков, то им каждый день приносят все новые и новые вызовы. В прошлых выпусках «Тысяча и одной секунды об экономике» мы рассказывали об отказе сначала банков Казахстана и Вьетнама, а затем и некоторых банков Турции работать с российскими банковскими картами МИР. Процесс отказа продолжается. От обслуживания карты МИР отказываются банки Таджикистана. Центробанк Таджикистана официально заявил, что это личное дело самих банков. Несложно предположить, что такая же история продолжится и дальше. МИР, каким мы его знаем, скоро перестанет существовать. А для тех, кто в проблемных новостях или в выявлении нестыковых глупостей и фанфаронства некоторых принимаемых решений видит вызов своему патриотизму и тут же бросается грудью защищать всякую глупость и всякую пошлость, думая, что он защищает от нападок Родину, для них я лишь напомню слова князя Петра Вяземского. Многие признают за патриотизм безусловную похвалу всему, что свое. Любовь к Отечеству должна быть слепа в пожертвованиях ему, но не в тщеславном самодовольстве. В эту любовь может входить и ненависть. Какой патриот какому народу не принадлежал бы он, не хотел бы выдрать несколько страниц из истории Отечественной и не кипел негодованием в виде предрассудки и пороки, свойственные его согражданам. Истинная любовь ревнива и взыскательна. Субтитры создавал DimaTorzok